дорогие друзья сегодня у нас вновь на связи независимый журналист из германии евгений кудриц евгений добрый день здравствуйте в сети гуляет ролик всем наверное уже известный как в одном из магазинов германии произошла потасовка между полицейскими и покупателями судя по всему это выходцы из бывшего ссср что там произошло и деньги какие санкции предусмотрены в германии за подобное действие ну действительно этот ролик наделал шуму и там видно там просто один из участников говорит по-русски то есть тут никаких нет заговоров и что им грозит хотя их сейчас отпустили по подписку они выездили значит нападение на представителя власти при исполнении до пяти лет лишения свободы и плюс еще так как было незаконно сделано видеосъемка германии нельзя вот так вот просто взять тупо снимать человека без его разрешения это тоже до двух лет решения свободы и по существу вот если наши зрители посмотрят более подробно этот ролик там вот эти ребята возмущаются когда полицейский просит предъявить паспорт один из них кричит что он суверенный человек ему не нужен никакой паспорт ничего ему не нужно скорее всего речь идет о так называемых рейхсбюргером это такое националистическое движение германии которая не признает существование вообще федеративной республики германии и называет себя гражданами немецкого рейха существовавшего с 1871 года но я хочу вас так сказать огорчить или обрадовать что в россии есть подобные такие вот течения которые не признают например со временой россии считают себя гражданами советского союза так что я считаю что вот эта потасовка конечно говорит о том что люди себя просто не умеют вести и то что они напали на полицейских просто полицейские не были готовы к такой агрессии и полицейский вот говорил что если вы не пойдете я вас сейчас отведу в камеру конкретно говорил это он не шутил и тем не менее завязалась драка я знаю что два полицейские пострадали они оказались больницы так что я думаю что суд будет серьезным и евгений и еще у нас один вопрос на повестке дня сегодня 3 числа господин шрёдер заявил о том что необходимо в условиях борьбы с коронавирусом по всему миру снять санкции с россии не проходит 10 дней как с визитом в германию у нас едет господин козак договариваться об урегулировании конфликта на юго востоке украины нет ли здесь какой-то подоплеки может быть какие-то более серьезные вопросы начали обсуждаться между россией и германией как вы считаете но я не не любитель теории заговоров и считать что все вот так вот взаимосвязано шрёдер шрёдером а козак или казак казаком но действительно это это интересно в условиях особенно пандемии когда все говорят только о вирусе вдруг вот такая вот новость поэтому мы с вами обсуждаем но я считаю что хотя вот в российских сми говорят о каком-то прорыве каком-то импульсе я не не вижу ничего подобного потому что мы знаем что позиция россии по донбассу очень твердая сначала стулья потом деньги то есть сначала выбора потом уже вопрос о границе украина совершенно по-другому это все оценивать считает что сначала россия должна покинуть во всех своих проявлениях имеется ввиду и вот эти ополченцы добровольцы наемники как угодно их можно называть но они связаны с россией хотя формально они не не считаются российскими военнослужными но они наемники частные военные компании типа вагнер и еще такой момент на который мало кто обращает внимание что вот эти все минские соглашения на которые опираются все стороны в том числе и германия да вот этот норманский формат честно говоря они вообще никакой не имеют силы юридической потому что они были подписаны двумя руководителями так называемых республик лнр тнр покойным захарченко и плотницкий но если вы откроете этот документ то там просто написано две подписи там написано захарченко и плотницкий то есть это как два каких-то частных лица и они перечеркивают всю значимость этого документа то есть это филькина грамота и не понимаю почему до сих пор за нее так держится и говорят вот это что такое сакральное минские соглашения минские соглашения и все совершенно очевидно даже даже россия понимает что эти так называемые республики находятся вне закона и поэтому с ними напрямую вести диалог к чему призывает россия бессмысленно как с кем можно вести диалог если их в природе не существует это такие вот фейковые организации которые никто не признает даже россия сама не признает так о чем мы говорим так что я не понимаю почему надо держаться за эти за этот минский формат мне кажется он себя уже просто исчерпал и нужно искать какие-то новые выходы и возвращаясь к визиту дмитрия казака я считаю что это просто был такой вот формальный шаг чтобы поставить очередную галочку да мы провели какие-то консультации мы провели какую-то работу но она ни к чему не ведет как вы считаете в условиях коронавируса все-таки германия может ли являться локомотивом в евросоюзе для смягчения санкции по отношению к россии я считаю что для этого нет никаких предпосылок для смягчения санкций или снятия санкции наоборот вот сейчас всплывала вы слышали история с хакерами пятилетней давности и ангела меркель сказала что германия готовит какой-то ответ россии это может быть тоже какие-то санкции там может быть высылка дипломатов все что угодно но может быть это будет отложено из-за коронавируса но говорить о каком-то смягчение санкций не приходится потому что для этого нет никаких предпосылок но если россия даст крым украине выйдет из донбасса это можно чем-то говорить но насколько я понимаю это об этом речь не идет и вот это возвращаясь к предложению шрёдера кстати один из депутатов альтернативы для германии озвучил такое же предложение бундестаги совпадение не думаю я думаю что это просто риторика но ни к чему не говорит может быть тогда мы все простим долги и обнулимся и будем с чистого листа жить нет конечно так что россии нечего мечтать о снятии санкций ближайшее время как обстановка в вашем городе что люди ходят в масках что полицейские что власти вот последние новости последние новости вот я сегодня был в аптеке и как раз купил маску мне просто и сейчас не под рукой вот уже такую серьезную люди ходят настроение хорошее хотя прохладно никакой такой агрессии нет хотя вот вы слышали по поводу демонстрации которые были на выходных в том числе у нас городе но я думаю что это просто выплеск какого-то пара для этого нет никаких оснований вот так вот выходить и протестовать против карантин режим ограничения снимается постепенно снимается и я думаю что он будет потихонечку сниматься хотя вот сейчас опять говорят о какой-то новой волне осени так что пожалуй мы видим евгений спасибо вам большое за комментарии мы всегда рады вас слышать и видеть всего доброго